Шава Топа Двух хорошей недели У нас 157 урок по Мишлей Мы находимся в 18 главе, а конкретно в 13 предложении Говорит Шлома Амеллах Если кто-то отвечает, прежде чем выслушает, глупость это его стыд В принципе на иврите здесь переведено в общем то же самое Машив Давар, человек который ответил До того, как это было услышано Имеется в виду того, как услышал вопрос Эвеледги, это глупость Ло, этому человеку, выклима и стыд, и позор его Мальбим объясняет, что Мидериха хохма, пути мудрости Пути мудрости Шело ешив, чтобы не отвечать Рак Давар Барур, только четкую, ясную вещь Кмоша Катух, как написано Омарлы хохма хотят Скажи мудрости, хохми Ты моя сестра Гимора в Сангедре не дарешет Драша это то, что учится Галаха, который учится из этого пасука Что им Барурлыха, если тебе так же понятна эта вещь, как твоя сестра То есть, что имеется в виду То, что человеку запрещено жить со своей сестрой Половой жизнью Это очевидно и понятно История Поэтому, если вопрос, который тебе задают Для тебя так же ясен, как запрет жить с сестрой То отвечай на вопрос Но если это не так же ясно То не отвечай на этот вопрос Поэтому, говорит Мальбин Нужно выслушать Таану Требование Что имеет в виду Шоэль, спрашивающий Выкольц дадей сфекот И выяснить все стороны сафека Обычно, когда существует сафек Это сомнение Обычно, когда существует какой-то вопрос То это не просто вопрос А чё? А что надо? А вопрос, что есть какая-то страна Есть какая-то логика сказать так Есть какая-то логика сказать наоборот Обе эти логики имеют право на существование Какая из них более правильная То есть, как будет галаха В этих дадей сафека В этих сторонах сомнений Которые есть у человека Поэтому, когда человека спрашивают То ему нужно леахлид гадавар Ему нужно принять решение И решение должно быть бару Чётким, понятным Настолько же понятным, как сестра Которая запрещена для того, чтобы с ней жить И, когда человек ответит чётко и ясно На вопрос, который ему был задан То он достигнет уважения Уважения с того, кто его слушает Но если же он ответит до того Как услышит все стороны вопроса И дёрнется и сразу же ответит То это и велод Это останется сафеком Ответа на вопрос не будет Потому что он не знает точно В чём состоял вопрос И, соответственно, это приведёт К позору, к некоторому стыду По отношению к тому, кто его слышит Поскольку ответ будет Лакатхила изначально Совершенно не 100% правильным Это объяснение, которое даёт Мальбин Гаон, в общем, говорит Что этот пасук относится к тому, что сказано раньше Раньше мы говорили о том Что в прошлый урок мы учили Что Лифней Кавод Анава Перед Каводом, почестями, славой Человеку Идёт Анава, идёт скромность Но человек, который отвечает До того, как он услышал Бросается и отвечает на вопрос До того, как его раз задан Почему это происходит? Это из-за того, что у него большая гаева И он хочет ответить Открыть то, что у него в сердце И ответить на вопрос И боится Что если он не ответит Ответит кто-то другой И никто не увидит, насколько он умён И поэтому он торопится ответить Для того, чтобы товарищ не ответил до него В этом случае он придёт к клеме То есть к стыду Потому что иногда Его Раф хочет ответить на этот вопрос Иначе, чем отвечает ученик И шува его будет неправильной просто Или Что его Раф Что Раф своими словами Ставит на него какую-то кушью Какую-то трудность Объясняет, почему он сказал неправильно И тогда выяснится, что ответ, который он давал на вопрос Ответ неверный И также его глупость Откроется перед всеми Потому что Это есть семь вещей Которые отличают голема от человека И Перкеаот перечисляет несколько вещей И одна из них Это то, что человек старается ответить на вопрос До того, как вопрос ещё задан Мишна по тракта Есть семь вещей Которые отличают Интересно Просто у меня ссылка неверная У меня написано, что это Перек Гей Мишна Зайн А это В любом случае Так как разбит Мишна из в Сидури Когда читается Перкеаот После Минхи в Шаббат Это Перек Гей Мишна Тет Семь вещей есть в Големе Голем это как бы тело без души И семь вещей есть в Хохаме В Мудреце Хохам Он не говорит перед тем, кто больше его по мудрости И по количеству И не входит внутрь слов товарища Не перебивает товарища Не торопится ответить Он спрашивает Кииньян Он спрашивает так, как правильно задаётся вопрос Умашив Киилхото И отвечает по Волохе То есть он правильно формулирует вопрос И правильно отвечает на вопрос Он говорит Если было задано несколько вопросов То он отвечает по пунктам На первое-первое На последнее-последнее И про то, что он не слышит Говорит, я не слышал И он согласен с истиной То есть он соглашается Если он не прав Говорит, да Это им это В Ихилуфейгем бы Голем И ровно наоборот в Големе Ровно наоборот В человеке, у которого как бы есть туловище И нет мудрости, нет души Поэтому Это то, что написано у нас в этом посуге Мишли О том, что человек, который торопится ответить Это меда Голема А не меда человека Не меда Не мера, не качество мудрого человека И Гаон объясняет Что это связано с предыдущим посугом Который говорит о том, что Человек, который О том, что надо быть скромным человеком И кого-то предшествует Анова Скромность предшествует кого-то А человек, который отвечает До того, как вопрос задан до конца Он показывает, во-первых, свою нескромность А во-вторых Потом, когда оказывается, что ответ был неверен То он показывает также свою глупость И стыд Следующий посуг Четырнадцатый посуг Говорит Дух человека выдерживает его болезнь Но дыху нынья Кто может перенести Теперь, как это звучит на лошон акодыш Рохиш и халкель махалато То есть Рох человека Дух Дословный перевод Он и халкель Он испортит Его болезнь Вылечит его Выдержит его болезнь В рох наха Но дух, который сломленный Который Депрессивный Кто может его вынести Попытаемся прочитать, как это звучит Что как объясняет Мальбин Переводит этот посуг Момент Да Мальбин говорит Что рох Это то, что несет за собой тело И то, что управляет телом И также можно сказать Что болезнь телесная Нужна большая духовная сила Для того, чтобы выдержать эту болезнь И человеку дается силы Выдержать И лахлифомец И чтобы омец Силы его хватило Для болезни Но если У человека слабый дух То он Его болезнь душевная болезнь Болезнь духа Кто может эту болезнь вынести Что тогда Получается, что эта болезнь Наполняет так же тело Как сказано Штуруах наха Тиэвэш гэре Мы уже сталкивались с этим То есть уже учили этот пасук Мишли Что когда какая-то грустная ситуация Грустная душа Она делает так Что кости человека Мит-Явшим Они становятся высыхают Мы даже приводили гемора По поводу Испасиануса Который мерил Надевал сапоги В тот момент Когда ему объяснили Объявили Что он выбран кесарем И у него раздулась нога Он не мог надеть второй сапог Не мог снять первый сапог И раби Хананблин закай дал ему совет Чтобы привели кого-то Кого он не любит И тогда Его В буквальном смысле этого слова Его кость стала более узкой И он снял сапог Так вот Человек, которого Говорит Так как Мальбин объясняет Этот пасук Ну в общем тут Особо иначе невозможно объяснить Что здесь написано Что человек У которого есть Здоровый Жизнерадостный дух Это помогает ему Выдержать тяжелые болезни Но человек, которого дух сломленный То кроме того Что он болен духовно Кроме этого Физические заболевания Он тоже не очень выдерживает И таки плохо Теперь говорит Гагро Что я уже говорил В другом месте Сейчас мы посмотрим Где это В другом месте Что Симха Приходит посредством руах Руах Это то, что приводит человека В состояние Симхи Радости Счастья И это называется Руах Иш Что когда человек Постоянно Иш это человек Что когда человек Постоянно Находится в радости То это Даже если к нему Приходит болезнь Не дай бог То он может справиться С этой болезнью Потому что с помощью Хорошего настроения И симхи Радости Он ее может Левотель Он ее может аннулировать Но если Руах Который есть у человека Это руах Наоборот Руах Который называется Наха Руах Дикаона Депрессия Не знаю Как это правильно Сказать по-русски Тот У кого есть Вот этот Разбитый Сломленный Дух То есть Состояние Ицавона Состояние Горечи Кто может Это выдержать И В Ктафьят В рукописи Гаона Здесь написано Что Когда есть Жизнерадостный Дух То он помогает Выдержать болезнь С радостью И Мифапеото И Раздувает Человека Помогает ему Поднимает его Но человеку Которого Есть Постоянное Состояние Страха То есть Это и есть Цавон Вот это Горечь Постояния Страха Кто может Эту ситуацию Вынести Здесь у нас Мы недавно Относительно Учили Такой Пасук В 15 Перике Мишлей Мы учили Такой Пасук Который Говорит 13 Пасук 15 Перика Лев 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 Самех В этом В этом Мир То Его Лицо Становится Етав Это Хорошо Влияет На его Лицо Это Видно На его Лице Но Когда У человека Горечь Сердце То Его Рох Он Разбивается То Есть Иштакакут Адам Лэ Митцва Ла Сот О Шар Дварь Ему Человек Есть Иштакакут Стремление К Митцве И Какие Сделать Митцве Или Каким То Других Мещах То Это Стремление К Митцвот Или К Верот Или Другим Вещам Оно Приходит Из Дух Из Роха Духа Который Парит Над Ним Который Управляет Им И Это Я Уже Объяснял В другом Месте Потом Посмотрим Это Другое Верство Но Человек Сердце Которого Находится В Инуни Его Рох Он Находится В состоянии Разбитом Сломленном Имеется Ввиду Что Рох Инефиш Кацабы Коль Давар Вейна Асеклаль Человек Которого Есть Вот Такое Я не знаю Как это По-русски Говорить Кроме слова Депрессия Депрессивное Состояние Его Подавленность Его Дух Находится В подавленности То этот Человек Находится В состоянии Когда он Просто Ничего Не делает Потому что Желание Что-то Делать Приходит Из Состояния Роха И то же Самое В Торе В Торе Есть Пшат Ремис Драш И сот Четыре Уровня Постижения Торы Простой Намек Медраж И Тайный Смысл Тора И в каждого Из них Есть Свои Своё Лицо И это То что Сказано По ним Эймот Ламек Что есть По ним Страх По сукам По ним Шахкот По ним Которые Радуются Веселяться К шасу По ним Мезберот Север По ним Это Такое Довольное Лицо К гаде И так же По ним Дибер Гошем И махем Лицо К лицу Говорил С вами Гошем То есть У каждого Лица Торы Есть Какое-то Лицо И это То что Сказано Что сердце Которое Радуется Она наполняет Это лицо Радостью А когда Человек Находится В подавленном Состоянии То это Приводит К обратному Состоянию Состоянию Подавленности Таким Образом Нам здесь Говорит Шлома Меллах Что Состояние Подавленности Приводит К тому Что человек Ничего не делает Нас Естественно Больше Интересует Тора И заповеди Поэтому У него Отсутствие Желания Соблюдать Митцвод Этот человек Находится В желании Ничего не делать Это его Основное Будет Состояние И И вот Я скажу Где-то Леволод Провести Провести Время Вот Это Билуи Состояние Которое Называется Машап Лейцин То что Гемора Вавадизой Называет Киркасаот Театроним Театры И Цирки Бои Гладиаторов Которые были В то время О котором Говорит Мишина И так далее Вот На это Пойти И так Проводить Своё время Я не знаю Чем это будет Сегодня Заменяет Бои гладиаторов Но я не знаю Футбол Я точно не могу Сказать что Человек который Проводит Всю свою жизнь В этом состоянии У человека Нету Он ничего Алам Газе Не получает Понимаешь что Алам Аба Он не получает Грядущего мира За то что Он так проводит Время Но Алам Газе Реально он тоже Не получает Это Ецар Который очень Странный Ецар Ецар просто Прожигать время Потому что Объясняет Гаон Почему это происходит Ецар который Очень трудно Понять Все его знают Немножко Знакомы с ним Но понять его Логика Объяснить Очень трудно Гаон объясняет Руах этих людей Ло нахава Ло шкита Она не отдыхает И она не находится В состоянии шахет В состоянии умиротворенности До того времени Пока они не поговорят Деврей Лейцон Пока они не говорят Вот эти двори Батейли От этого У них появляется Нахат Руах От этого Они успокаиваются У них появляется Какое-то успокоение Хорошее состояние И так далее Поскольку Любая вещь Которую человек делает Ему Дают Для этого действия Ему дается Руах Мемаром Ему дается Дух Руах Мне надоело Переводить слово Руах Я буду говорить Слово Руах Ему дается Руах Который идет Свыше Руах Руах Поскольку Нахат Руах На современном Иврите Наверное Скажут Гана Удовольствие Удовлетворение Которое Получает Человек Он получает От того Что тот Руах Который Ему дан Сверху Он успокаивается И он Все Ему уже нормально Ему больше ничего Не надо До этого Он к чему-то Стремится И эти вещи Есть Как бы Двор Митсва Так и Двор Авеира Как Митсвот Так и Авеирот И это Сказано Об этом Сказана Известная Фраза Которая Все время Цитируется Митсва Гарерит Митсва Авеир Гарерит Авеир Митсва Влечет За собой Митсва Авеир Влечет За собой Авеир Поскольку Если Уже Этот Руах Пришел К человеку Он требует Чтобы человек Сделал то От чего Руах Получит Нахат Руах Удовлетворение Этому Руаху Если Человек Его Разобьет И сломает И не сделает Авеирот То все Нормально Но если Сделает То это Укрепляет Этот Руах И он Требует Для Нахат Руах Повторения Пройденного И так же Любая вещь Авеира Которая Гдала Которая Огромная Большая Авеира Руах Который Приходит От нее То есть Новый Руах Спускается Получает Силы От той Авеирот Которой Сделал Человек Чем Больше Авеира Тем Больше Этот Руах Который Приходит И соответственно Он требует Митаве У него Есть Тайва Желание Получить Еще Большую Авеирот И то же самое С митсвой Если человек Сделал Какую-то Большую Митсву И мы знаем Что Самая Большая Митсва Это Лимат Тойра Это Изучение Торы Как мы Говорим Каждое Утро Когда Молимся Что Эл Митсвот Шэйн Лэм Шур Тратататата Вэтал Мут Тойра Кенегит Кулам Изучение Торы Соответствует Всем Митсвот И Ирушалми На эту Мишну Продолжает И говорит Что Афилу Коля Алам Кулу Весь Мир Не Стоит Даже Одного Слову Из Торы А другой Говорит Человек Поэтому Соответственно Когда Человек Учит Тору То Он Получает Рох Который Будет Получать Ганно Наха Трох Будем Использовать Те Слова Успокаивается Удовлетворяется Только От дальнейшего Изучения Торы И Соответственно Когда Наоборот Происходит Человек Который Посвящает Себя Дворим Батейлем Лейцануту Пустым Словам Лейцануту Это Обратная Тори И Так же Как Талмуд Тора Кенегит Кулам Так же Битуль Тора Кенегит Кулам Человек Который Мит Батейль От Тора Это Самая Большая Авера Поэтому Ганно От Дворим Батейлем Вещь Которая Совершенно Невозможно Понять Рационально Удовольствие Которое Человек Получает Просто От Какой Трепа От Бесполезных Разговоров Ганно От Этого От Лица Нута От Насмешек Это Ганно Больше Чем От Сех Аверот Который Рох Получает Рох Со Знаком Минус По Модулю Такой Как Талмуд Тора По Моду Но Со Знаком Минус Он Получает Ганно Больше Чем От Сех Аверот Несмотря На Что Здесь Нет Аламазе Обычная Авера Стандартная Авера Это Авера Когда Человек Рациональное Объяснение Этому Наха Троах Наха Троах От Пустых Разговоров Он Совершенно Непонятный Так же Как Наверное Все Отдавали Себе Отчет Что Совершенно Непонятно Невозможно Измерить Какое Удовольствие В каких Балах В каких Единицах Надо Измерять Удовольствие От Лошенгора Человек Скал Лошенгору Удовольствие Выше Среднего Это Понятно Почему Откуда Оно Берется Берется От того Что тот Руах Который Приходит Для этой Авэры Он Получает Удовольствие Именно От Этой Авэры И он Очень Большой Соответственно Его Наха Троах Очень Большой Но Из-за Того Что Руах Тума Лейцанута Она Очень Сильная И она Киэйн Маяна Навэя Она Похожа На Источник Ключевой Воды Которая Идет Из земли Все время Прибавляется И это Ровно Наоборот Тори Про который Названо Что это Маян Навэя Что это Бьющий Источник И Об этом Сказано Что Несмотря На то Что В этих Лейцануте Дворим Бетелем В этих Пустых Разговорах Насмешках Нету Даже Алла Мазэ Только Оно Она Из-за того Что это То что Наоборот Тори Поэтому Это Авэра Которая Наоборот Тори И Она Бьет Ключом И Для этого Требуется Вот Этого Троха Которого Мы Сейчас Говорим Окей Соответственно Ликвидировать Эти Авэрот Можно Только Посредством Талмуд Тори Которая Кенегет Кулам И Которая Соответствует Тому Той же Величине Только Положительным Знакам Но По модулю Они Равноценны Как Дворим Бетелем Теперь Перейдем К нашему Посылку Вернемся И увидим Что здесь Сказано Руах Иш Когда у человека Есть Руах Позитивный Руах Человеческий Радость Но это Не только Радость Это именно Радость Позитивная Радость Радость Торы То она Ихалкель Махалэху То она Исправит Ту болезнь Которую Получает Человеческое Тело Поскольку Тело Это инструмент Для того Чтобы душа Могла учить Тору И Нахатрух Это изучение Торы Поэтому Когда человек Это выполняет То Поскольку Тело Это только Средство Для этого То это Получится Некий Килкуль Махалэху И это То о чем Сказано Про Тору Что Миколь Махалэйха Рфэха От всех Болезней Она Лечит Тора Обладает Свойством Лечения От болезней За счет Того Руаха Нахатруха Который Получает Самый высокий Изрухот Которые Могут Он учит Тору От того Нахатруха Которое Получает Теперь В рух Наха Рух Наха Это разбитый рух Человек Который Разбивает Тот рух О котором Мы сейчас Говорим Рух Торы Когда он Разбивается И соответственно Человек И соответственно Когда человек Доходит До состояния Что у него Нету Семхи От Торы Нету Радости От Торы То это и есть Тот Ицавон Та Горечь То Печаль Которая Происходит От того Что Рух Который Стремится К Семхе Ваен Симха Эла Тора Нету Радости Кроме Торы То в этот Момент Приходит Состояние Анти Радости И соответственно Нету Смысла Вылечивать Болезнь Поэтому Болезнь Остается Мне Перейти Я не люблю Всевышний Ко всевышнему Это Слишком Высоко Но Лекарство От этого К нам Имеет Большое Отношение Это Агава Которая Называется Агаватхинам Любовь Которая Любовь Бахинам Просто так Бесплатно Без Прибыли Какой Которая Есть И совершенно Непонятно Каким образом Ее можно Достигнуть Кроме Одного Способа Потому что Понятно Что люди Обычно Любят Или Не любят Друг Друга С самыми Вескими Причинами Например Жена Потому что Она хорошо Готовит Или Какие-то Другие Причины Муж Потому что Он что-то Тоже Делает Это уже Это зажигало Я уже Видел Надпись Муж Из-за Какой-то Другой Это всегда Агава Любовь Которая Возникает Когда есть Какая-то Веская Причина Для этой Любви Потому что Я с этого Марвех Я с этого Что-то Выигрываю Я что-то Получаю Теперь Агаватхинам Это Агава Которая Выражается В том Любовь К человеку Выражается В том Что я Понимаю Что Любое Мое Действие Любая Моя Митсва Она Не цельна До тех Пор Пока Есть Хисарон Недостаток В той же Самой Митсве В том же самом Действии Какого-то Другого Человека Я понимаю Что его Митсва Она Машлема Она Восполняет Мою Митсву И только Объединившись Мы делаем Цельно Ту Митсву О которой Идет Речь Тогда Это Агава Это Агава Из-за того Что Любовь Из-за того Что Существует Еще Один Человек Благодаря Которому Мы становимся Цельными И можем Стать Цельными Только Объединившись Это Агава Может быть Только Через Тойру Другого Другого Вида Агавы Кроме Как Через Тойру Быть Не может Поэтому Когда Говорит Гемора Что Храм Был Разрушен За Сенатхинам За Беспричинную Вражду Это Означает Что Храм Был Разрушен Из-за того Что Тора Лимут Тойра Изучение Тора Были Нецельным В нем Был Какой-то Изъян Какой-то Недостаток Это Тот же Изъян Который Был Бадакей Дакот На толщину Волоса У учеников Раби Акива Которые Лонат Ну Ковод Зел Зэ Мы сейчас Находимся Днисфера Даомира Которые Не давали Ковода Друг Другу То есть У них Не хватало Вот этой Накуды Понимания Что Тора Становится Шлейма Цельная Только Когда Она Объединена Поэтому Через Учеников Раби Акива Через Которые Должно Было Дойти Пройти В мир Вся Тора Шаба Альпе Через Этих Учеников Устная Тора Не могла Войти До тех Пор Пока Не появились Те Ученики После Лагба Мира Раби Шимон Раби Гуда Раби Йоси Раби Лозар Те Пять Учеников Раби Акива Через Которые Тора Должна Была Войти И Вошла В мир Целиком Через Этот Процесс Аавад Хинам Поэтому То что Храм Был Разрушен За Сенат Хинам Это И есть Перевод Того Что он Разрушен Из-за Битль Тора Из-за Недостаток В изучении Тора И Поэтому Так Принято Сегодня Перейти Шаби Авам Увеличивать Количество Урок Посвященные И поэтому Эти уроки Даются Они вообще Хорошо Всегда Давать Но Часто Эти уроки Дополнительные Даются Перед Тишеби Авам Поскольку Они Приводят К Сене И если Вы Уловили Уже То что Я хочу Сказать Что Так же Как Битль Тора Лошен Гора Это Гефих Митор Это Обратная Тора Это Тора Наоборот Если Весь Дебур Тора Все Высказывания Тора Это Самая Большая Митцва То Лейцанут Лошен Горос Битль Тора Ломашап Лейцим Вот это Насмешки Пустые Разговоры Разговоры Которые Разговоры Которые Называются Ра Это И есть Анти Тора Которые Анти Аава Из-за Которой Был Разрушен Второй Храм С Первым Храмом На самом Деле Немножечко Более Сложено Но Примерно Тоже Самый Аллах Есть Три Авэйра Из-за Которой Разрушен Храм Это Гилуар Швихут Дамим И Авой Дозор Три Вещи Гилуар Айот Это Запрещенные Связи Швихут Дамим Это Пролитие Крови И Авой Дозор Это Поклонение Иду Все Эти Вещи Связаны Если Немножко Их Рассматривать Гилуар Айот Связан С Медой Которая Называется Тава Гилуар Это Запрещенные Связи Когда Человек Нарушает Заповедь Лот Игнов Но Нарушает Ее Каким-то Таким Более Нелепым Способом Не укради Берет И ворует Чужую Жену То есть Когда Таева Распространяется Туда Где Она Должна Быть Сокращена Граница Этого Ведет Собой Тойра Когда Человек Начинает Из Агаевы Вместо Того Чтобы Служить Всевышнему Обращаться Через Элогим Ахирим Через Других Богов Нарушая Вторую Заповедь Торы Поскольку Его Гаева Хочет Чтобы Он Зависел Не только От Творца Но Вдел Свои Воздействия Каким-то Другим Путем И Наконец Шихуд Дамим Пролитие Крови Убийство Это Тоже Состояние Которое Рождается Из той же Гаевой Из эгоизма Когда Кто-то Мне Мешает По той Или Иной Причине Причина Всегда Мотива Всегда Несколько Убийств Это Мотив Что Но Все Они Сводятся К одному И тому же Он Посмел Стать На моем Пути Он Посмел Мне Помешать Есть Я Так Вот Тора Это То Что Объединяет И Убирает Это Я О Которое Говорят Все Три И Вместо Сины Когда Есть Объединение Ами Сраэля Объединение Может быть Только Через Тора Другого Объединения Хинам Быть Не Может быть Объединение Потому что Нам Выгодно Соорудить Какую-то Партию Чтобы Получить Те Или Иные Льготы И так Далее И это Мы Видим В общем Каждый День Но Состояние Когда Это Бахинам Весь Мой Ревах Весь Мой Плюс В том Что Я Ближе Соединяясь Со Всевышним И это И есть То Что Называется Хинам Хинам По отношению Каламазе К этому Миру Это Называется Бахинам То Это Называется Ахават Хинам Которая Возможна Через Тору И это В принципе То Что Сказано В другом Месте Геморы Геморы Недориум Есть Гемора Которая Говорит Спросили Навиим Спросили Пророков Спросили Мудрецов За то Что Они Не Говорили Браху На Тору Перед Изучением Торы Они Изучали Тору Но Не Как Митцву Изучение Торы Не Как Цель Соединения Всего Амисраэля Вместе В службе Творца И из-за Этого Был Разрушен Храм Это Говорится Про Первый Храм Таким Оба Храма В общем И целом Макор Источник Шорош Корень Все равно Будет Связан С Биту Тойра Только В том Или Ином Разрезе Поэтому То Что Я Говорю Не Сильно Противоречит Пожалуйста Теперь Я В общем Думаю Что Мы Закончили Посук Номер Четырнадцать И Можем Обратиться К Посуку Номер Пятнадцать Сердце Разумного Приобретает Знание Ухо Мудрых Ищет Знание Сердце Приобретает А Ухо Ищет Когда Это Приворчаешь По-русски То Здесь Теряется Самый Основной Оттенок Поэтому Мне Надо Сказать На Иврите И попытаться Этот оттенок Как-то Сказать Лев Навон Сердце Человека Который Переводится По-русски Разумное На Иврите Слово Навон От слова Бина Она Приобретает Дат Знание Озан Хохомим Озан Не сказано Навоним Не сказано От слова Бина Сказано От слова Хохма Она Просит Дата То есть Я хочу Чтобы Обратили Внимание На то Что Про сердце Сказано Слово Навон А Про Озан Про ухо Сказано Слова Хохма Про сердце Сказано Что она Приобретает Дат А про ухо сказано, что она ищет даат. Ухо связано с хохмой, а сердце связано с биной. Это нам понадобится. Пока посмотрим, как объясняет Мальвим, потом перейдем к Гаону. Мальвим говорит, что хохам, он получает законы хохмы, бакабола, получением по традиции. И у него никогда нет четкого знания, потому что по отношению к законам хохмы, они всегда немножко муфет, они всегда немножко чудесные, непонятные, удивительные. Но он только просит узнать посредством озена, посредством слуха. То есть он хочет их услышать, потому что понять их, вывести своим сердцем он не может. Поэтому он идет к мудрым людям, для того, чтобы услышать у них смысл законов хохмы, которые он принял. Но Навон разумный человек, который понимает вещь из вещи, то есть он может проанализировать и вывести новые вещи. Он приобретает знания, даат, посредством своего сердца понимает вещь из вещи. То есть сердце, которое Навон, ему помогает понять одну вещь из другого. А дат, это тот киньян, который ему дается, то, что он приобретает. И ему не нужно обращаться к другим, для того, чтобы что-то познать. Так объясняет Мальбин. Таким образом, человек, который должен приобретать хохму, у него нету знания полного, потому что понять смысл он до конца никогда не может. Но человек, который достиг состояния Навона, ему не обязательно слышать, как объясняет другой, он может это объяснение дать сам. Поэтому человек, которого хохам, он должен сделать так, чтобы его ухо обратилось и выслушало какие-то вещи, и он должен искать их. Навон, это человек, которого сердце перешло на другой уровень, уровень мудрости, он может постичь это и познать это самостоятельно. Ему не нужно делать это посредством ушей. Окей. Гаон объясняет это очень коротко, но попробуем, тем не менее, сконцентрироваться. Гаон говорит, лев Навон, человек, у которого есть знания, есть аспект, который называется бина, он может приобрести дат. Но ухо мудрецов хохамим, то есть то ухо, которое слышит, что говорят хохамим, потому что хохма, она связана с ухом. Несмотря на то, что он не может еще приобрести знания, потому что у него нету бины, а мы знаем, что в Перкеавод сказано «эн бина, эн дат», что нету бина, эн дат. Несмотря на это, он просит дат, он просит, как найти дат. Фактически, это очень похожий комментарий на Мальбима. Существует... Мишна в трактате Перкеавод говорит «эн хохма, эн бина, эн бина, эн хохма». Нету хохмы, нету бины, то есть человек не может принять и научиться анализировать, пока он не получил информацию свыше, информацию, которую дает ему учителя, самостоятельно он это не может сделать. После того, как он принял от учителей, я в скобках добавлю, ему надо научиться мыслить тоже от учителей, не только принять данные задачи, но и немножко научиться способы его решения. После этого человек, который учится анализу Торы, он приобретает от учителя, он выходит на уровень, когда он становится навоном, его сердце становится лев-навон, то есть он может сам, ледомод милтел и милтел, уподобить одну вещь другой, сделать анализ и вывести из одного закона другой закон. Этот человек называется не только хохам, но навон. Хохам – это человек, который знает, что ему сказали, помнит это и может это перескать. Навон – это человек, который может уподобить одну вещь другой и вывести из одного закона другой закон. В качестве примера я люблю обычно приводить один и тот же пример, но он хорошо иллюстрирует. Пример спора наших мудрецов Хазанышера, Шаламазанма, Нойербаха по поводу того, есть ли запрет Торы или нет запрета Торы, включить и выключить, ну, например, слуховой аппарат или вентилятор. Какая-то вещь электрическая, которая работает на электричестве, но при этом нет зажигания там, никакого света нет. А то уберем сейчас проблему искрения и так далее, сделаем выключатель на жидких кристаллах, я не знаю какой, в котором 100% нет никакого искрения, огня там нет. Поэтому, когда он включает и выключает, зажигание не происходит. Но при этом есть нарушение Шабата или нет. Чему это можно уподобить, с чем это можно сравнить? Человек, который начинает анализировать это, умение проанализировать подобные вещи, увидеть, чему это похоже. Из тех работ, которые были во время строительства Мишкана, переносного шатра, который был в храме, при строительстве Машера-Бейна, переносного шатра, не в храме, я извиняюсь, в храме его не было, а во время, когда евреи вышли из Египта и путешествовали 40 лет по пустыне, перед входом в Арицисройль и некоторое время внутри Арицисройль, до того, как был построен храм в Шило, потом в Новик, в Емонии, потом в Иерушалайме, все это время существовал вот этот Огаль-Моэд, который был в Мишкан, в котором находились все храмовые инструменты, там делалось жертвоприношение и так далее. Какой работе строительства Мишкана можно или нельзя уподобить включение слухового аппарата? На эту тему есть большой махлок, есть большой спор Равшлома Залмана, Овербаха и Хазаныша. И спор этот, я сейчас не буду его, естественно, пересказывать, он касается тому, на что, на какие гемород, на какие кусочки Талмуда похожи каждое из этих действий. И вот это вот, меда, это качество, называется качеством, это не качество больше, чем меда, это называется бина, лев на вон, когда у человека появляется мудрость уподобить одну вещь другой, сравнить их, поставить на это кушьет, тируцим и так далее. И вот есть спор на тему того, Тора запрещает это или нет. Сегодня принято, понятно, что принято не пользоваться, то есть не включать или не выключать электрические приборы. Но при этом есть мнение, что некоторые электрические приборы, про Равшлома Залману, он, правда, написал, что нельзя ли смог на него, нельзя опираться на его псаг, но, тем не менее, он написал рассуждения, которые говорят о том, что почему это можно делать, что это использование, это не называется, ну, неважно, я не хочу сейчас входить. И тому подобные вещи, которые человек, который умеет проводить это рассуждение, этот человек обладает сердцем, которое называется лев на вон. Он не только слышит слова мудрости, нам хорошо бы услышать, но он выходит на уровень на вона. Человек, у которого эйн хохма, который ничего не принял, понятно, что у него нету бины. У человека, у которого нету бины, у него нету хохма тоже, потому что принять что-то, не обладая этим левом, невозможно. Ну, понятно, что есть границы. Эйн бина, эйн дат, эйн дат ид бина. Для того, чтобы человек, после того, как человек приобретает бину, он может войти в состояние, которое называется знание на русском языке. Дат. Дат – это состояние хибура соединения с той информацией, тем анализом, который он сделал, то соединение, которое, стопроцентный хибур, стопроцентное соединение, когда все, что он выучил, та Тору, которую он выучил и знает, находится в состоянии познать, полностью соединиться, и тогда он с ней соединен настолько, что нет никакого разделения. И, с другой стороны, это познание бина невозможно, если нету этого даата. Если перевести это на такой вот язык, более известный, то, когда Мисреэль стояли на горе Синай, то они сказали, когда Всевышний предлагал им Тору, они сказали «наосева нишма», «сделай им и услышим». И отсюда мы учим, что знания Тора могут быть постигнуты только через выполнение заповедей Всевышнего. Только действия можно познать. И это то, что говорится «эн даат, эн бина». Но человек, который навон, человек, который дошел до состояния бины, он выходит на состояние даат, и, соответственно, этот даат возвращает ему к пониманию Торы, и тогда он может понять законы Хохмана. Человек, который еще до этого не дошел, но ищет этого, он уже может этого искать. Ему нужно сосредоточить свои уши, имеется в виду научиться принимать информацию. И тогда этот человек, принимая постепенно информацию, он тоже может выйти на даат, но в данный момент он находится на уровне, который называется «мивакэшдаат», тот, который ищет даата. Это комментарий, то есть не комментарий, а разбор пятнадцатого пасука. Шестнадцатый пасук говорит, «Подарок человека дает ему простор, и до вельмож доведет его». Я бы иначе перевел, ну ладно. Говорит Шлома Амеллах, «Матан Адам Ерхив Ло, вэлифней Гдойлем Йенехэну». «Матан Адам» — дословный перевод, «матан» от слова «латэ» — «давать», Адам человек, Ерхив Ло, сделает ему широко. Вэлифней Гдойлем, и перед большими, он его «йенехэну». Он его поставит. Слово «леонех» — класть, положить, поставить. Там он его определит. Начнем с Мальбема. Он говорит, что... Момент. Он говорит, что есть разница между Надив и Ишматан. Надив, я даже не знаю, как по-русски. Надив — это человек, который, да, не жалеет вздоки, не жалеет, дает беднякам. Щедрый человек. И человек Ишматан — человек, который дает. Ишматан, он дает матанод, дает подарки не только беднякам, но даже богатым людям и большим людям. И так же, что кажется, что он просто разбрасывает деньги бахинам. Просто так. Иногда такое впечатление. Тем не менее, ему это будет архава, ему это будет... Он будет расширен из-за этого, потому что он окажется находящимся среди вельмож, среди больших людей. У баэта Яцарла, и во время, когда ему будет... Он все время, поскольку он дарит подарки крупным вельможам, то во время, когда ему будет немножечко тесно, плохо, то о нем вспомнят и постараются что-то сделать для него. Фактически, Мальбин переводит именно так, как перевел русский переводчик среди вельмож. Но Гаон идет по другому пути. И Гаон объясняет это так. Матан Адам Ирхифло. Соответствующим, как человек дает сдоку беднякам, Гакодыш Баругу дает ему парносу широко, большую парносу, большое пропитание. И об этом сказано в Геморе «Осер бешвиль ше-ти-та-сер». Ти-та-сер. Отдели эсер, то есть десятину от своего состояния, от своих доходов, ради того, чтобы ты стал богатым. Ради богатства, чтобы стать богатым, надо отделять десятину. И Гемора говорит о том, что это одна из митцвод, наверное, единственная, где можно испытывать Всевышнего. Можно проверять. Если я буду отделять хорошо десятину, стану ли я более обеспеченным? Стану ли я обеспеченным человеком или буду нуждаться? Это вещь, которой разрешено проверять. Вообще, в принципе, таких вещей делать нельзя. Но здесь нам дан драж, что слово «ма-асер» – десятина, «асер» – слово «эсер», и слово «ошер» – богатство – это одно и то же слово. Пишется одинаково, разница только в том, что «шин» и «син» – это одна и та же буква, точечка стоит справа или слева. Другими словами, разница только в произношении. Но слово это одно и то же. Поэтому здесь нам говорится, что человек, который дает много, просто дословный перевод, без того, что есть человек, который дает богатым, бедным, человек, который дает много «богат с доки», говорит Гаон, этот человек, ему обещают, что ему дадут большую парносу и приводится Гемора в трактате «Шаббат», где Гемора на дах куфьютет прямо прямым текстом говорит, что можно отделять десятину, чтобы разбогатеть. Для этого можно отделять десятину. И человек, который это сделает, то лифней кдойлим енихену, он будет находиться перед большими людьми, потому что он моспик, он месопек, он, как сказать, месопек по-русски, он дает возможности, предоставляет, предоставляет, обеспечивает. Он обеспечивает людей, которые учат Тору. Поэтому он будет находиться перед ними. Его Всевышний поместит между ними. Я не взял, я не знаю, есть ли здесь в открытом виде, шульханорух, нет шульханоруха. К сожалению. Я не взял шульханорух и Ридея. Ладно. Очень жаль. Так вот, перед большими людьми его поместят. Есть? Да. Болезнь называется Альцгеймер. Я подчеркнул себе, что это надо взять. В Юридея, в Симане Рейшмэмвав, есть Наси и Фалиф, есть комментарий Гаона, Сиев Коттензайн, комментарий Гаона, я себе записал, чтобы я не забыл на урок его открыт, но забыл. Где шульханорух, в Галахот Талмутора, в заходах изучения Тора, шульханорух пишет о том, что любой человек из Израиля, бедный, богатый, больной, здоровый, обязан каждый день учить Тору, как сказано, в Ягат, днем и ночью, минимум два, две Торы в день, днем и ночью, как сказанного, Ягатамба, Йомам Велайла, занимайтесь ею дни и ночи. Минимальный размер, там тоже указан, но мы об этом говорить не будем, что такое минимальный размер, максимальный размер, Элудворим Шейн Лэм Шур, вещи, у которых нету предела. Но, если человек находится в таком состоянии, в такой безграмотности, что он вообще не может учить Тору, или если он может учить, но совсем мало, из-за того, из-за всего, по разным причинам это может произойти, либо потому, что немножко тук-тук, либо потому, что он очень сильно занят параносой и так далее, то, что делать такому человеку, которого изучения Торы немножечко недостаточно, говорит Шульханорох, что он должен давать дздоку деньги на изучение Торы, на то, чтобы изучалась Тора. И тогда, говорит Шульханорох, что он будет находиться перед теми, среди тех, кто изучает Тору, то есть его награда, Валамаба, будет награда с теми, кто изучает Тору. И это то, что сказано здесь, что Лифанейхам, Янихену, перед ними я поставлю их, говорит Всевышний. Это первый комментарий Гаона. Второй комментарий, он говорит, Матан Адам, то, что человек дает сдоку, или хифло, ему будет увеличено, имеется в виду, ему будет дано дополнительное место в Ганедане. И место это будет Лифнейхдойлем, перед большими людьми, кто такие большие Гдойлем, это Баалейхохма, те люди, которые достигли знаний Тора. Перед ними он будет находиться, то есть он будет находиться, бецель, своими деньгами, он сотворит себе цель Хохма, он сотворит себе тень от Хохмы, и там он будет находиться. И сказано здесь перед Гдойлем, перед большими людьми, потому что, то есть перед ними, перед Хохамим, выше, чем Хохамим. Откуда это берется? Говорит Шлом Амеллах, говорит Гаон, что есть Гемора, который говорит, Амар, Шимон, Ахи Азария, сказал Шимон, брат Азарии. Обычно называется Шимон Бен Шетах, Шимон сын человека по имени Шетах. Но почему здесь говорится Шимон, брат Азарии? Для того, чтобы сказать, что Азария, он был человек, который обеспечивал Шимона деньгами, для того, чтобы Шимон мог учиться, поэтому его имя становится перед именем Шимон, брат Азарии. Какой Шимон, который брат Азарии? Чтобы сказать, что награда Азарии была не ниже, чем награда Шимона. В Геморе Сота это сказано, это цитаты, которые Гаон привел из Геморы Сота, где сказано, Шимон Ахи Азария Танаху, это Тана, и объясняет Раша, лама Тора Алиедехи, что начал Тора из-за своего брата, который занимался торговлей, для того, чтобы разделить награду за скуд, за изучение Тора с Шимоном, поэтому он называется по имени Азария его брата. И вот отсюда Гаон приводит, Раю из этого Раша, из этой Гемора, из этого Раша, вильнюсский Гаон приводит доказательство того, что на самом деле Гемора это берет из вот этих, вот этого вот пасука Мишли, где сказано Лифней Гдойлем. Лифней Гдойлем это рядом с ними, перед ними, в заслугу их, то есть в заслуге дздоки, имеется в виду только дздока, который дается на изучение Торы, по этому комментарию Гаона об этом идет речь, что этот дздока поднимет человека на такой уровень, что он будет рядом с Гдойлем находиться, рядом с Талмидей Хохоми, которых он обеспечивает. И это увеличит, расширит ему место в Ганедон и он окажется в тени этих людей. Это то, что здесь нам говорит Гаон как бы в открытом перуше. Совсем не так, как объясняет Мальбим. Я напоминаю, что комментарий Мальбима говорил о том, что когда человек, бывает человек надив, который дает бедному, бывает человек ашир, который дает не только бедным, но и богатым, он называется Матаныш, дающий человек. И поскольку он все время дарит подарки и посылает их богатым людям, то если ему, не дай бог, что-то произойдет не очень хорошо, то поскольку он друг очень многих людей, то ему помогут, введут снова обратно в этот мир, где большие деньги крутятся, и он сможет опять свой гешефт восстановить. По Гаону речь идет не о пользе в этом мире, а о пользе в мире грядущем, и не от подарков, подарков, а именно от сдоки, и по второму перушу Гаона только от сдоки, которая дается на Талмуд Тойра. Она увеличит человека, расширит человека, сход его награду в Ганедане, и она приведет его в состояние, когда он будет перед людьми. И я напоминаю, что в Шульхонорух, как объясняет его Гаон, но без Гаона там это написано, Гаон просто расширяет то, что сказано в Шульхонорухе, в Шульхонорух Пасаг, что человек, который по каким-то причинам нет возможности нормально изучать Тору, те деньги, которые он дает на изучение Торы, поднимает его на уровень, когда он называется Лифней, как это сказано, Лифней к Дойлям и Нехэну. И в Шульхонорухе Гаон приводит еще одно доказательство, что такое Лифней перед к Дойлям, что в начале Браха давалось, Яков давал Браху, в начале Зевулону, а потом и Сахару. Зевулон, который обеспечивал Исахара, в Торе он назван Лифней, перед, Лифней это перед, перед Исахару. Сказать, что их награда равноценна, и он даже в чем-то идет впереди Исахара. Вот это Гаон в Шульхонорухе, который я забыл взять, но более или менее мы его сикамну установили и так далее. Теперь есть еще один комментарий Гаона, который очень трудный, написан курсивом Альписот, и он говорит, Матана Дам, Матан Адам, об этом сказано, Шхура Ании Ванаа. В книге Шир Га Ширим, момент, в книге Шир Га Ширим, в первой главе, в начале Шир Га Ширим, говорится, говорит, Шуламит, Шхура Ании Ванааа Бнот Иерусалайм, Кахалэй Кедр, Кириот Шлома. Вот черна, но прекрасна, дочерь Иерусалайма. Объясняет, у Гаона здесь есть два пируша на Шир Га Ширим. Один пируш, Аль Пи Пшат, Аль Дерих Пшат, другой Аль Дерих Сот, Тайный смысл. И пойдем по пирушу, который сейчас Аль Дерих Пшат. Шхура Ании Ванаааа, Бнот Иерусалайм. Я черная, но красивая. Говорится для Бнот Иерусалайм, что они, Штейм Исре, 12, что они подобны царству Иерусалайма. Нет, я сейчас, секундочку. У человека есть разные качества красоты. Есть качество красоты Ефе Тор в Ефе Море. Красив, красота Тора и красота Море. Сейчас я объясню, что это, вернее, Гаон объяснит. Ефе Море это чистота красивая внешне. Цах в Адом. Краснота цвет кожи. Ефе Тор это то, как форма черты лица, черты, ну, я не знаю, рук, ног и так далее. Которые соответствуют правильности размерам, я не знаю, там, талия, размер ноги, размер руки, у мужчин мускулатура, я не знаю, что точно. Так вот, ну да, так вот, он хочет сказать, что, несмотря на то, что я шхура, кеалэ, кэдр, я так же черна, как кастрюля, которая пригорела, поскольку люди находятся наружи, и они чернеют, смуглеют, я не знаю, как правильно сказать, от солнца, но в соответствии с формами моих органов, я прекрасна и красива. Аль-Дерихсот, я не буду зачитывать, потому что, во-первых, у меня не хватит времени, во-вторых, красиво сложена, но главное, что я хочу здесь сказать, здесь очень трудно объяснить дословно все, что пишет Гаон Аль-Дерихсот, он сравнивает это с двадцатидумовыми буквами еврейского алфавита и объясняет, что все вырастает из буквы «Ют», которая «Шхура», которая черная, но то, что нам нужно перевести на более или менее понятный язык, состоит в том, что существует тело и душа. И может, не красавец я наружу, но в душе красив наверняка. Была такая песня где-то из какого-то советского кинофильма, не помню откуда. Так вот, душа человека остается цельной и стопроцентно красивой. Наружный внешний вид может стать «Шхура», она может быть черная, потому что гашмиют материальность затягивает, и человек становится черным. Но весь разрез органов, все остальное, внутренность, духовный мир, может остаться красивой. И для того, чтобы эту красоту каким-то образом, несмотря на черность тела, каким-то образом привести в состояние гармонии, существует митцвадздока. Человек, который употребляет телесный мир, материальный мир, для духовного, то есть человек, который матан-адам, который дает много, это ирхифло, это превращает из состояния шхуры в состояние красивой внутреннего мира, красоты внутреннего мира. И это то, как говорит Гаон вот в этом комментарии, то, что написано, я не буду сейчас все три пасука шире о ширеем, которые он разбирает, разбирается и объясняется, что следующий пасук говорит, просто чтобы как-то так уловить, о чем идет речь, следующий пасук говорит, не надо обращать внимание, что я такая шахархерет, такая черноватая, поскольку это произошло из-за того, что спалило меня солнце. И следующий пасук говорит, 8 пасук, что если ты не будешь знать меня, изнавать меня красиво из женщин, выйти на по стопам цона, цона это амисраэль, варайгидатэхаль мишканод граим, и обратись, мишканод граим, это тайны торы, которые есть у человека. Таким образом, он говорит о том, что через материальный мир можно прийти к духовному миру, когда, несмотря на то, что солнце, то есть весь Алла-Мазе влияет на человека, но если человек употребляет это Алла-Мазе через матан-дамин, то он выходит на уровень, о котором мы говорили, что он будет лифнейг долим и нахэну. Это еще один пирож агро. В общем, на самом деле, это один пирож дополняет другой. И мне надо заканчивать урок, так что всего доброго, до новых встреч в следующем решении.